Храм 18 века под угрозой разрушения. Церковь святителя Николая, что в поселке Беньги, уникальна. Внутреннее убранство там сохранилось еще со времен освящения, да и внешние архитектурные формы практически не пострадали при советской власти, но уже разрушаются от времени. На сегодняшний день Дом Божий пребывает в плачевном состоянии и требует немедленного ремонта. Надежда Калинина побывала в уральской глубинке и увидела, как выглядит одна из духовных жемчужин края. Образ сооружен на средства прихожан Беньговской Николаевской церкви в память об озе почившем государе Александре Третьем. Святой Феодосий Черниговский даже ликом похож на императора Александра Третьего, которого местные жители так любили. Особое почитание императорской семьи чувствуется в этой церкви. Вот образ, написанный в память спасения семьи Романовых в 1888 году в Борках. Вот икона ко дню коронации. Здесь небесные покровители государя Николая II и его супруги Александры Федоровны. В этом храме кажется, что как будто на машине времени ты попадаешь на столетия назад. Даже время на часах этой церкви остановилось. Часы, то есть они рабочие абсолютно. То есть их нужна небольшая реставрация им, то есть смазать, и они заводятся, они работают сутки. То есть нужно каждый день залазить сюда и запускать их. Но чтобы отремонтировать часы, необходимо сначала отреставрировать циферблат и привести в порядок стены церкви. Сейчас мы поднялись на строительные леса. Высота самого храма около 60 метров и находимся мы, ну, где-то посередине. Главная задача – это восстановить башенки куполов. Крайне важно сейчас восстановить четыре купола, которые вот по бокам, четыре башенки на куполах. Потому что если вот проводить все ремонтные работы дальше, нужно начинать сверху, и вот это железо, оно уже сгнило, и вот нужно сменить железо. Железные конструкции церкви были задуманы еще в 18 веке владельцем Невьянских заводов Петром Савичем Яковлевым. Петр Савич хотел сделать храм полностью из чугуна. Нереалистичный проект не воплотился в жизнь, но вот этого металла здесь достаточно много. Например, вот эти печи. Только сейчас они не греют, хотя в храме не холодно. Откуда же тепло? Оно идет вот отсюда, снизу от чугунных плит. Эти мужчины трудятся здесь абсолютно бесплатно, и именно благодаря им работает кочегарка. У нас отопление происходит дровами. Сколько нужно на день дров? Ой, много дров. Точно даже сказать не могу. Ну, тачек 5-6, наверное. Отсюда тепло и идет в пол. Уникальная система отопления, придумана местными умельцами. Греют и эти печи. А для чего же здесь утюги? Сейчас у них чисто декоративные цели, но когда-то были практические. Их использовали для нагрева воды. Утюг становился горячим, и тогда его опускали в воду. Таким образом вода и становилась теплой. Все эти хитрости возникли не просто так, ведь чтобы поддерживать храм в хорошем состоянии, экономить приходилось буквально на всем. Но все же скудных средств общины явно не хватает, ведь на сегодняшний день только на проектные работы преставрации требуется свыше 450 тысяч рублей. Нам крайне нужно прямо вот где-то достать сейчас 450 тысяч для того, чтобы восстановить, вот красиво сделать эти четыре башенки. А дальше уже, конечно, будем спускаться вниз, уже там штукатурка пойдет. Если вы не останетесь равнодушны к судьбе этого храма-памятника, то можете зайти на сайт Нижнетагильской епархии или позвонить в саму церковь, чтобы узнать, какую помощь можете оказать. Быть может, именно ваши пожертвования помогут продвинуться восстановительным работам в этом уникальном храме, архитектурной жемчужине Урала. И, может быть, благодаря всем нам на колокольне вновь пойдут старинные часы, отмеряющие ход времени еще с 18 века.